а теперь вот по этому пешеходному мостику идем мы через канал загорают загорают на газончике ну как загорают отдыхают вот шли сейчас по этому парку и вот это вот молодое дерево там где напротив национальной оперы большое цветущее а здесь вот молоденькая вот и мы вам сейчас покажем поближе она потихоньку начинает отцветать видите лепесточки уже видите какая красота вот там наташа стоит помаши рукой сереже наша решила отдохнуть а я подойду чтоб он сориентироваться где мы находимся карлис ульманис под памятником у это первому президенту латвийской республики и сейчас мы туда пойдем вот как раз нам открыли по пешеходному переходу идем продолжаем дальше гулять с наташей сейчас тому фонтану подойдем тоже очень хороший красивый большой а потеплее стало да потеплее я даже куртку снял хорошо куртка такая маленькая наташа и наташа сняла тоже я и положил в этот сумку ее на вон то затихает то больше поднимается давление то есть сири центр только льется вверх вверх уже шум фонтана такой слышно подходим подходим вверх тоже сейчас вокруг обойду вверх так затихло сейчас центр а теперь боковые вот смотрите как как все Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такая красивая архитектура зданий... Продолжение следует... 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 5 минут третьего 53-й залитуды автобус 37-й иммонта а мы сейчас с Наташей продолжаем топать но мы не спешим поэтому вы наверное заметили друзья мы досконально везде все проходим потихонечку проходим посмотрите вместе с нами не забывайте ставить лайки подписываться на наш канал делитесь с друзьями в социальных сетях баби-тестация 13-й наш канал для этого и создан был нами чтобы показывать людям которые не могут добраться не могут приехать вынужденно меры временно не могут приехать где родились где живут или где жили кто совсем уехал из Латвии я имею ввиду вообще в целом из Латвии города не будем называть долго называть эти все названия городов и поселков а уехало очень много половина населения как минимум уехала а то что говорит статистика официальная вы знаете лично мы вот с Наташей мы и в это не верим мы видим непосредственно потому что мы очевидцы всех событий были как это все происходило и что здесь происходило и видим гуляем что тут в основном особенно в Старой Риге одни туристы ладно не будем о плохом просто к слову пришлось все это понятно конечно друзья понастроили много в каждом районе по несколько больших огромных торговых центров поэтому на улицах Риги и исчезли люди но это до кучи вот как раз нам открыли это брусчатку там пилят поэтому шумно так дамы